добрый вечер друзья и поверьте что сегодня особенный день потому что наконец-то наконец-то я могу кому-то рассказать о своих путешествиях и я поверьте мне я это делаю много лет уже и и все еще вспоминаю вспоминаю и я в полном сознании зашла в этот клуб для того чтобы продолжить в полном смысле слова мои мои путешествия на больших крузах меня зовут ила май я родилась в одессе с этого вы можете уже понять что самого моего детства моя бабушка жмана земля и пухом как у нас говорится да но это который меня все время тащила просто мама и папа работали и мы все время ехали на больших крузах куда-то вот и помнится нет такие как тарашевченко огромные крузы но это старого поколения крузы но я помню этот запах моря и он не остался в памяти можно сказать и с пяти лет моей жизни сегодня живу в израиле напротив меня примерно 15 минут идти средиземное море живу я в хайфе и вот каждый день три раза в день не вижу как хайфского порта выходят большие лайнеры и в далекое плавание ну я также на этих же больших лайнерах не однажды не не однажды вернее отправлялась в разные в разные путешествия и вообще у меня был такой напарник который мы и любили путешествовать все время на лодочках мы все время искали или большой катер или маленький катер или романтический катер или большие лайнеры для того чтобы путешествовать так что опыт у меня огромный и спасибо что вы пришли мы начинаем нашу первую встречу я очень компетентом потому что я на больших лайнерах можно сказать объехала очень много по по белому свету и собираюсь сделать это это сделать в нашем нашем курсе и пожалуйста пишите вопросы вопросы есть много нюансов как путешествовать в крузах и поэтому я постараюсь на них всех ответить кроме того я еще по профессии коуч то есть помогаю людям кайфовать в жизни вот и люблю давать советы так что на мои встречи приводите друзей и родственников всех для того чтобы почувствовать запах моря почувствовать запах красивой жизни и сразу хочу вам сказать вот вот прямо начиная встречу и вот 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 так у вас есть два счастья первое счастье то что вам был предложен этот бизнес круизный а второе счастье что вы согласились быть партнерами потому что быть на круизах путешествовать круизах это это говорит о том что мог вас очень 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 любит потому что это настолько высший пилотаж удовольствия что вообще ну я не могу сказать что трудно описать но это я люблю это очень слово но ну что поделаешь надо его сказать это просто какой-то оргазм времяпривождение просто просто трудно как-то успокоиться морально духовно и все время то есть самочувствие изобилия оно повышается переходят все рамки которые вы когда-то либо чувствовали на земле вот и и и попрошу вас писать мне вопросы потому что что мне больше всего нравится в кузах так ну начну с такого слова который называется романтика окей потому что на крузах куда бы вы ни шли и вот вы крутитесь на корабле там на кораблях все сделано продумано так что каждое место которое находится на корабле оно вызывает у вас какие-то эмоции эмоции не ну и сексуальные и романтические и такое вот хочется жить и поэтому я просто советую много много проводить время на палубе и искать эти места причем причем еще так продумано что в каждом месте есть или можно заказать или шампанское или можно заказать чашку кофе или можно уединиться даже если вы едете на лайнерах там 30 тысяч человек сделаны места многие где вы можете уединиться просто сидеть сам по себе и никого не видеть вот это прелесть лайнеров то есть вы можете выйти в общество большое и танцевать день и ночь и вы можете уединиться так что и те которые чувствуют что им надо как-то отделиться на какое-то время и это надо сделать да вы найдете это место но но еще что я вам советую для что мне нравится в крузах это это рано 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 утром выйти когда моряки моют палубу вот там круз такой там 50 этажей а палубу моют каждый день и вот такое чувство с чайками они так вот или или дельфины или там кто то вот то что утром происходит 6 часов утра и солнце поднимается это этого это вообще это не это невозможно описать это вот это вот чувство и и они это знают что люди выходят поэтому вы выходите всегда всегда вы чувствуете а запах кофе или вкусных пирожных и я вам советую вставать утром с заходом солнца брать эти пирожные и вы мне тысячу раз будете здесь писать и говорить какая-то умница что ты нам бы это посоветовал то есть не ищите спать на лайнер а ищите проводить время на палубе так второй вопрос как проходит акклиматизация дело в том что акклиматизации в общем то нет акклиматизация только одна вы заходите и падаете в обморок и удовольствие вы как только поднимаетесь на круз вас встречают девочки с длинными ногами выше головы обычно в красивых нарядах капитаны все экипаж очень подобранные все люди улыбаются говорят вам велкам одеты обычно в красивые очереди наряды вы заходите туда и все это начинает светиться и у корабля есть свой особенный запах который трудно забыть что пахнет и пахнет что-то между духами и морем и вы просто забываете об акклиматизации то слово акклиматизация вообще не существует дальше и все блестит правильно существует ли качка дело в том что дело в том что сегодня все все круизы и все катера катера ну лайнеры лайнеры они дигитальные и если есть какая-то качка просто просто технология современных лайнеров знают как избежать этих этой качки то есть вы заходите на корабль как будто вы выходите по земле ничего не происходит несколько раз даже мы были в каютах даже были были ну большие волны да и мы это не чувствовали то есть мы увидели эти большие волны мы 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 не чувствовали это то есть то есть это не так может быть как это было 20 30 лет тому назад что три дня выходила на на то что люди за портом и не важно это слово да сегодня это практически нет то есть все это на автопилоте и будут экскурсии которые будут вам если вы захотите приглашают людей посмотреть где происходит это все как ведут корабль я вам советую пойти посмотреть и там это все рассказывают на лайнерах имеется стабилизация и качки там не ощущают да да это все дигитально и корабль знает что ему делать то есть можно этого всего избежать да был сверху вопрос стоит ли экскурсии дело в том что дело в том что я бы сказала что есть несколько вариантов во первых иногда корабль заходит туда куда где город начинается прямо с корабля то есть вот вот особенно в греции да вы выходите с корабля и вы выходите в город то есть не надо там экскурсии настолько это все романтично на все на что все так красиво и просто можете гулять и особенно корабль там останавливается на 8 9 иногда 10 часов часов и вы просто гуляете по городу и возвращаетесь вы посмотрите как как этот корабль моется когда вы гуляете вот это первое второе и и и экскурсии иногда надо взять потому что вы сами и никуда не попадете то есть есть такие иногда экскурсии что вы вы вас выбирать корабль не может подойти к берегу вы приходит катера поменьше забирают всех которые хотят путешествовать и вас отводят на автобусах куда то то есть вы сами туда не доберетесь то есть это за это стоит уплатить и и ехать это это стоит своих денег потому что это действительно очень удобно и и и и и и и то есть это ваше личное дело если вы хотите сами гулять и это и это в пределах возможности гулять самим да чтобы никуда не ехать это просто можете не взять экскурсии экскурсии предлагаются например вы были в Санторини да и было жарко куда идти в Санторини и что идти И место это очень-очень красиво, это вулкан, и это шикарно. И нас везли туда, куда надо, там, где самые красивые места. Сама бы я туда не попала. И там транспорта нет, и ничего. И это стоит своих денег. Вот. Очень красиво, очень красиво на кораблях начать день и закончить. То есть, нет, я имею в виду так, что обычно корабли заходят или рано утром, где-то с 7 до 9 утра заходят в какой-то город, и к вечеру с закатом они оттуда выходят. И вот я вам советую вот в это время стоять на палубе, потому что всё время происходят какие-то чудеса. Или небо очень красивое, или город, от которого корабль уходит, сжигается всеми огнями. Или дельфины, а это я не могу это забыть вообще, дельфины за кораблём, тысячи. Вот. И всегда стоите на корабле. То есть, встречайте город и провожайте город всегда. То есть, и всегда это совпадает как-то с ужином, так что поспешите или позавтракать быстро, или поужинать быстро. Но продолжается несколько часов, так что вам нечего спешить, в общем-то. Но будьте на корабле при входе в город, или вставлены в город, или и то, и другое. Как вам удается так много путешествовать? Ну, во-первых, кто ещё не знает, кроме того, что я коуча ещё фотограф. Я очень хороший фотограф. У меня есть моя книга «Цветов израильские», которая имеет большую известность в мире. И я просто люблю фотографировать. И моя сегодня мечта – это жить на корабле, ребята, жить на корабле. И когда я сегодня, ну, сегодня за последний год шла интересоваться в разных турагентствах, там такие были цены, что я вообще даже не могла себе позволить мечтать. Вот это бешеные цены. А когда я увидела наши опции, можно себе очень спокойно сорганизовать. Я вас в этом уверяю. Вы также. Мы все можем сделать так, что мы можем просто жить на кораблях. Если вы сделаете ваш перерасчёт, это стоит этого. То есть это очень высокий уровень жизни. Это каждый день проснуться в другом месте. Каждый день гулять, кушать самую, что не есть, прекрасную пищу. Чего дома сидеть? А вам не надоест долго жить на корабле? Дело в том, что меня на корабле никто не держит. Если можно выйти из корабля. То есть это когда мне надоест, я вам напишу. Хорошо? То есть какой вариант ответа, когда предлагаешь наш бизнес пожилым людям, а мне уже поздно ходить в призрак. Вы знаете, этот наш бизнес, он особенный. И вот тут я уже вам расскажу как коуч. Вы понимаете, ну вы когда человеку даёте хороший бельгийский шоколад. Один скажет, фу, я не люблю шоколад. А второй скажет, я не хочу поправиться. А третий скажет, о, бельгийский шоколад, это надо попробовать. Даже если я поправлюсь. Это класс. Потому что это самый лучший шоколад в мире. Окей? И путешествие на круизах – это самое эксклюзивное путешествие, которое может быть, причём с огромными возможностями. Очень удобное, очень вкусное, очень красивое. Человеку, которому этого не надо, не надо. Всё в порядке. То есть это вообще, вы знаете, есть такой закон Вселенной. Я вам советую им воспользоваться. Что у каждого человека, и у вас, и у меня, есть право жить, как ему хочется. И это лично его выбор. То есть не тащите никого никуда. Не только не на круизу, вообще никого. Человек хочет так жить – пусть так живёт. Вам хочется так жить – это ваше право. Но что мы да должны сделать – это да. Мы должны делиться изобилием. То есть мы должны об этом рассказывать. Кто постучит за вам в дверь и скажет, да, я хочу, пожалуйста. Кто за вам скажет, мне это не надо, я уже старая. Хорошо, ты решила быть старой и больной. Хорошо, всё в порядке. Я уважаю. Сколько за Олькой я бегала, и сколько я бегала за Ириной. И всё время давай я встречи буду делать. Потому что я этого хочу. И есть и те, кто не хотят. Всё в порядке. Всё нормально. Всё так должно быть. Цены на корабле, магазинах дорогие. Вы знаете, на корабле есть столько, много всего бесплатно, что вы можете себе выбрать, что покупать и как покупать. Я ответила на ваш вопрос. То есть выбор огромный. Хотите за 2 доллара, хотите за 150 долларов, хотите за 18 тысяч долларов тоже. То есть выбор он огромный, и вы не обязаны там это делать. А с другой стороны, были многие вещи, которые мы покупали, и они стоили своих денег. Ну, могу вам сказать, что покупать на кораблях разные штучки и ручки, это просто одно удовольствие. Потому что всегда оно красиво, всегда оно красиво выглядит, красиво пахнет. В общем, это одно удовольствие. Так что тут дорого или недорого, это всё относительно. Для одного 2 доллара это дорого, для второго 18 тысяч долларов это вообще не деньги. Вот. Этот вопрос не спрашиваю, но я вам на него отвечу. Когда вы заходите на корабль, через несколько часов объявляют по радио, что происходит, будет происходить, как это называется, подготовка к отходу, и вам скажут, куда идти, и где находятся ваши, ваши, как-то по-русски говорят. Ну, если что-то случается на корабле, чтобы вы знали, что делать. Вот. И вас учат, вас будут делить на какие-то группы. Вот. И у каждой группы будет свой человек, который будет вам говорить, что делать, если что-то случится, что надувать, и как надувать, и куда бежать, и где эти лодки, и в течение нескольких часов это будет происходить. То есть вас будут учить, если что-то туда, и когда вы уже сядете на спасательную лодку, да, и всё будет в порядке, вот тогда корабль отезжает. То есть вы не должны бояться, что если что-то произойдёт, что вы не будете знать, что делать, вас к этому подготавливают. И, да, спасибо, техника безопасности это можно назвать, да. Так оно и есть. Так что, когда вы просто будете к этому готовы, обычно это делается таким сигналом. Ladies and gentlemen, you welcome to our cruise. И мы будем сегодня подготавливаться как спасательное жилье. Ой, Господи, Ирина, что бы я без тебя делала? Да, дело в том, что я уже 42 года живу в Израиле, и иногда некоторые слова у меня просто вылетают. Я просто не пользуюсь этими словами каждый день. Я просто забываю. А наявите, если я вам скажу, вы просто не поймёте. Вот. Так что всё нормально. Когда всё нормально, когда человек знает, куда, когда вы уже сидите в лодках специальных, когда вы уже знаете, на что нажимать, вот, и тогда корабль отъезжает. Так что будьте спокойны. Всё продумано. Чаще проводите с нами и время, вспомните русский язык. Вы знаете, Вячеслав, я могу сказать, что 42 года тому назад, когда я выехала с Одессы в Израиль, этого русского языка вообще не было. То есть я выучила, можно сказать, русский заново. Это мне хвала, потому что я говорила на совсем другом русском. Там просто не было многих выражений, не было тогда интернета, не было тогда вот этих круизов. Они тогда не назывались круизы или что-то другое. Ну, просто многие слова русские выучила заново. Вот. И я думаю, что я на нём говорю очень хорошо. Ну, просто бывает такое. Вы знаете, многие мои партнёры, друзья по интернету, они говорят, дела, ты иногда такое делаешь с русским языком. Настолько приятно тебя слышать, что это является твоей зубенькой. Продолжай, продолжай. Так что вы уже меня извините, но я уже понял, что это моя изюминка. Так что давайте всё в кайф. Да, вот это вы замечательно говорите лучше, чем многие русские. Да, поверьте мне, у нас в Израиле многие русские вообще, не знаю, на каком языке они говорят. Вот. Ещё вопросы, друзья. Насчёт того, какие комнаты выбрать. Незнание иностранного языка не мешает. И спасибо за вопрос, потому что на корабле все, абсолютно все говорят на всех языках мира. Вот так они, это особенные люди, и туда приезжает огромное количество разных людей, и они просто уже научились говорить на всех языках. То есть они уже знают, что сказать, куда поверят, потому что одни и те же предложения повторяются. Но я вам расскажу что-то интересное, что мы все посмеём сейчас. Дело в том, что на одном корабле в какой-то день объявили украинскую кухню, несмотря на то, что вес персонала был всех цветов Радаги, вдруг украинская кухня. И вот я кушаю, кушаю, и своему мужу говорю, слушай, пахнет Одесса, это вкусы, вкусы, вкусы Одессы. Одесса, мама. Я на этом выросла, я жила в Одессе до 16 лет, и мы одесситы очень вкусно готовят. И я говорю, слушай, тут Одесса, мама. И когда была встреча капитаном, я подошла, спрашиваю по-английски, слушай, у вас кто-то есть повар с Одессой? Он говорит, конечно! Оказывается, одна из поваров, это одесситка, и вот так вот, и вот так, и причём её пища была настолько вкусная, что это просто подавали каждый день. И все кушали это. А люди, таиландцы, чёрные, белые, это кушали и просто обалдели. Это настолько вкусно было, так что у меня эти 10 дней, которые я путешествовала погреться, они были просто потрясающие. Так. Расскажите, что ждёт нас на лайнере из изысков кухни. Ой, ребята, что вам сказать? Я люблю очень вкусно покушать. Я так люблю вкусно покушать. И там есть в основном, в основном и все бары, и я не знаю, как это по-русски назовет, по-моему, швейцарский стол, шведский стол, но, всё открыто. То есть вы можете брать, что вы хотите. Кроме того, кроме того, ещё, когда вы сидите за столиком, подходят к вам и спрашивают, что вы хотите от основного блюда. Вы знаете, до основного блюда я уже просто не доходила. Но морские продукты разные. Очень много разных рыб, видов селёдки, там, 30 видов разные. Очень есть ресторанчики, обычно это бесплатно, пицца, есть, что вы хотите. То есть чем больше корабль, тем больше опций и что-то покушать. То есть есть корабли, которые официально 5 раз открывают кухню, то есть открывают там, где кушают, столовую. А есть некоторые открыты всё время. Поэтому то, что вы там будете кушать, то же самое, что вы едете, кушайте, но большой эксклюзив. Сыры эксклюзивные, рыбы эксклюзивные, мясо эксклюзивное, морские продукты эксклюзивные. Ну, для тех, которые любят шрымсы, креветки, это, конечно, земной рай. Я, особенно в тех, там, Америка, Майами, Таиланд, это вообще там подаётся в огромных количествах и очень вкусно. Ну, так, так что, ну, что единственное, вы знаете, лет пятому назад у меня, ну, там, я даже не помню, что случилось, да, но мне пришлось поехать в больницу в приёмный покой и в приёмном покое я увидела одного своего знакомого, который пришёл в таком состоянии, еле дышал и, в общем, и он говорит, сердце, ой, сердце, я его знаю много лет и всё. В общем, его проверяли, проверяли и пришли выводы, что, ну, я не знала, он мне не сказал, что он был в отеле, у нас есть такой город Таилат, очень известный, там, где много туристов и это было all excluded, то есть, всё включено, он просто пережрался. Пережрался так, что он попал в больницу. Так что, то, что я вам советую, всего понемножку, пищи много и каждый день ходить по палубе, сбрасывать эти килограммы, не потому, что надо, а потому, что, во-первых, это красиво, во-вторых, это приятно и, во-вторых, это надо, потому, что количество пищи, оно очень большое и очень вкусно. Я имею в виду воспитатель детей русскоязычных, что вы же, из языка, и я не понял, это вопрос, перечислить, где вы были по миру. Так, я была по всей Европе несколько раз, я была пять раз в Америке, я была три раза в Торонто, в Канаде по разным местам, я была в Круатии, Сербии, и очень красиво, если будут экскурсии в Круатию, Сербии на корабле, даже два раза не думайте. Очень красивая экскурсия в Нью-Ингланд осенью, даже есть у нас такая экскурсия, я нашла, я кричала от удовольствия, я написала Ирине, что есть такая, то есть в Америку, там, где осень, на корабле, это можно вообще тронуться умом. Значит, Бразиль, Бразиль, то, что сегодня Олимпиада, я была в Бразилии, и там тоже вы были на корабле, где меня не увидят, меня не увидят в Индии, точно. А в Таиланде я была, то есть, можно сказать, по всему миру. И куда я не еду, я не еду там, где не хватает цивилизаций, просто я не выдерживаю это. Вот. А там, где много можно провести красивое время и посмотреть, и я вам буду еще рассказывать, потому что у меня очень много и у вас по тому, как у вас будут возникать еще и вопросы, так что мы можем, будем говорить. Ну, скажите, ребята, вам понравилась наша встреча сегодня, потому что полчаса уже прошло. Что мне не нравится на крузах? А, мне не нравится на крузах, что иногда приходят туда придурки большими группами и просто некрасиво себя ведут. Бывает и такое. То есть, вот какая-то организация такая, и они считают, что им все положено, и иногда они просто мешают. Но это проходит очень быстро, потому что все организовано на пароходах, и все время есть какое-то времяпровождение, так что, когда их замечают и просто им дают какие-то задания, ну, веселые задания, они просто веселятся, но под руководством корабля. То есть, не дают им слишком много, вот. Иногда дети орут, ну, там тоже, вот. Ну, вот такие вот дела. Так что, вот это мне иногда не нравится, что тебе хочется ноги поднять на палубу, а приходят там дети и говорят мама, 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 и все. Да, ну, можно найти другое место, но это мелочи жизни. Это много средств надо ехать, бывает, надо езать, но выплыть лучше или взять короткую поездку. Да, спасибо же, вы ответили, это последний вопрос. Я советую начинать с коротких путешествий, то есть, не брать на 2 недели, на 3 недели, на 4, брать от 4 до 7 дней первый раз. Не, не намного и близко, то есть, не там сразу в Америку куда-то лететь, а где-то здесь, то есть, я не знаю, из какого района вы пишете, да, но, но где-то рядом, то есть, это чтобы было удобно, чтобы быстро можно было доехать, до корабля, чтобы можно было, вот, и там, может быть, с Венеции, с Венецией сразу город, корабль стоит в городе, никуда не надо ехать, никуда не надо тащиться, не платить деньги там за какие-то там экскурсии, то есть, ищите, ищите экскурсии там, где вам удобно это сделать, и немногие затраты, то есть, вам это удобно, а потом, когда вы уже будете первый раз, вы будете знать, что, что с этим делать, потом, если корабли, что люди любят быть на кораблях, много, есть такие, которые любят каждый день в другом городе, я, например, люблю такие экскурсии, каждый день просыпаться в другом городе, так что вы себе здесь много экскурсий, вы найдете себе, что вам подобно, но первый раз от 4 до 7 дней не больше, я вам советую не больше и без экскурсий, смотрите, чтобы они, чтобы уже становились в центре города где-то, и вы могли пешком идти гулять, ну, прикрепляйте свои фотки, рассказам, я с Украины, Донецк, вот, дело в том, что я буду стараться несколько фоток делать, но, ну, фоток достаточно на презентации, и я буду вам рассказывать и рассказывать. Хорошо? Я надеюсь, что сегодня, сегодня и вам понравилась наша встреча, наше время истекло, желаю вам всего хорошего, скажите, пожалуйста, вам было интересно один раз в неделю встретиться со мной или два раза в неделю? Напишите это. Как бы вам было удобно? Два раза в неделю? Окей. Хорошо. А утром или вечером? Напишите. Один раз вечером, а второй раз утром? Окей. Окей. Мы подумаем. Так что следите за утром, и приводите, приводите ваших друзей, потому что для того, чтобы знать, потому что этот вид путешествий, он особенный, и тем больше вы будете знать, тем быстрее закажете для себя путешествие. А, самое последнее, что хочу вам сказать, самое-самое-самое последнее. Когда вы обращаетесь к людям, вы подумайте, хотели бы вы с этим человеком проводить время на палубе. Я вам серьезно говорю, потому что это настолько кайф там, что если вам сидят там придурки, которые «А, мне это не надо, за чего я поехал, зачем мне это надо, не забирай деньги», это не те люди, которые вам нужны. То есть, если вы обращаетесь с позитивным, и чувствуете, позитив идет, приглашайте. Если сразу, да, не уговариваете, ищите себе таких партнеров, чтобы вы вернулись и сказали, «Вау, какое счастье, что я тебя встретил». Хорошо? На этом мы расстаемся. С Богом вам. Всего вам хорошего. С вами была Ила Май. До скорой встречи. Следите за информацией. Пока! Пока!